Вода – уникальное вещество, обладающее удивительными свойствами. Под микроскопом замороженная вода, которой на протяжении долгого времени перед заморозкой говорили «спасибо», выглядит именно так. А рядом с этой водой выражался гнев. По мнению психологов, слова несут в себе мощный энергетический посыл. Сказать слово «спасибо» можно радостно, действительно благодарно или язвительно, очень неприятным тоном. В любом случае, оно обязательно окажет влияние на говорящего и услышавшего это слово. Нейропсихологи проводили исследования, когнитивные психологи очень любят заниматься исследованием того, как слова влияют на говорящего, на воспринимающего слова. Благодарность обычно поднимает настроение, особенно искренне сказанные слова. Поднимает настроение того, кого поблагодарили, и поднимает настроение тому, кто произносил слова. не только поднимают настроение, но могут поднять даже самооценку. Слово «спасибо» влияет и на чувство собственного достоинства. Оно дает возможность оценить другого человека за его вклад в вашу жизнь или за подарок. К тому же очень важно для людей услышать ответное обращение, такое как «пожалуйста», «не за что» или «рад помочь». Слово «спасибо» является именно парной фразой, для которой у всех народов есть свои ответы. Во всех языках мира существует слово «спасибо», но не везде оно звучит одинаково. Что касается этимологии этого слова, опять же, во всех языках она разная. Но в русском это просто «спаси Бог», «спасибо». В английском и немецком можно привести это слово к слову «думать». Допустим, в английском «thank you» и думать «think», в немецком «dank» и думать «denken». Слова похожи. Более интересные случаи в восточных языках, например, в китайском. По-китайски «спасибо» «съесье». И здесь мы ориентируемся не на звучание слова, а на его написание. Если мы посмотрим на иероглифы, которыми написано слово, один из них напоминает нам кланяющегося человека по форме, то есть это выражение благодарности. Японский язык включает в себя 15 видов слова «спасибо». Получается, что это самая вежливая нация в мире. И, как известно, в этой стране больше всего долгожителей. Связь между тем, что мы говорим, нашим здоровьем, настроением и психологическим состоянием, безусловно, есть. Доктор зашел, подошел к пациенту, нездороваясь, начал делать какие-то процедуры. Уходя, он сказал им, например, приятного аппетита или не сказал. Это тоже влияет. Даже любое сказанное эмоционально приятное слово влияет на человека. Без приятных слов люди становятся более далекими друг от друга, меньше понимают происходящее. А если нам дано регулярно испытывать эмоции, настало время их выражать. Говорите «спасибо» чаще. От добрых слов пользы гораздо больше, чем от обидных и злых фраз. Не случайно во всех языках мира есть слово «спасибо». Оно создано для того, чтобы его использовать. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Роман Вихров, телекомпания «Город».